Ледяной ветер в голове. Как влияют арктические просторы на широту кругозора жителей заполярных территорий? В опорном университете Мурманска рассматривают человека северного сквозь призму его восприятия бескрайних сугробов, полярной ночи и незаходящего летнего солнца. Здесь состоялся четвертый всероссийский семинар «Масштабы и меры» о размышлениях участников диалога. Ирина Ремезова. Мера прошлого в песнях «Монеточки» и траектории миграции населения Кольского Севера. Философы, краеведы, антропологи и социологи собрались в арктическом университете на семинар, название которого любого человека способно сподвигнуть, задуматься и поискать скрытый смысл. Масштабы и меры озаглавили встречу организаторы и точно не прогадали. Ведь список тем, как и участников, приехавших в Мурманск, действительно поражает. В центре внимания это как-то изучение человека, исследование человека, потому что мы сейчас много говорим об арктике, технических паровыров, но дело — это человек. Естественно, его тоже как-то необходимо исследовать. И этот семинар задумывался как такая свободная площадка для обмена мнений между разными науками. Философия, социология, история, литературоведение, филология. Вот чтобы люди могли как-то встретиться и поговорить. Ну, в принципе, не только гуманитария. В Мурманском арктическом государственном университете намерены обсудить особенности внутреннего мира северного человека, вынужденного жить в условиях Арктики. Этническая группа сформировалась здесь много столетий назад. А ведь климатические условия, распорядок и образ жизни, даже питание меняют человеческое сознание, характер и поведение. Попытка наша вычленить этот сегмент людей, проживающих не просто на севере, даже не просто на крайнем севере, а именно в арктической зоне, она, в общем-то, нова и интересна. Потому что многие десятилетия все-таки и говорили о том, что мы живем на крайнем севере, заполярье. И в этой связи как бы раскрывался весь фокус научных интересов и подходов. Когда мы пытаемся сформулировать и объяснить самим себе, прежде всего, о том, что это не просто крайний север, это все-таки арктическая зона, здесь особые условия, они, безусловно, должны каким-то образом оказывать влияние на мышление, на сознание отдельного человека и всего социума, который здесь проживает. Семинар продлится два дня к обсуждению особенно актуальных тем, в том числе должны присоединиться и специалисты, которые не смогли приехать в Мурманск. С коллегами они будут общаться и дискутировать по видеосвязи.